друзья всем привет вы на канале мир орхидей и с вами ксюша ну что ж мои хорошие вот и наступил 2023 год и поэтому я тороплюсь поздравить вас с наступившим новым годом хочу пожелать всем крепкого здоровья мира в ваших семьях гармонии в душе сердце ну и конечно же нам украинцам победы в этом году чтобы этот год был для нас победным чтобы он принес мир спокойствие и побольше улыбок нам нашим детям и этот год для моей маленькой дочурки был но очень он начинался очень эмоционально дедушка мороз принес очень необычный подарок но собственно мне очень хочется с вами им поделиться и сегодня наш выпуск начнется именно с этого дедушка мороз подарил нам тропических бабочек сейчас вы увидите бокс это специальное такое сооружение для тропических куколок у нас здесь шесть куколок одна из них уже вылупилась бабочка и я обязательно сейчас я покажу внутри бокса вы видите сеточку она предназначена для того чтобы бабочка когда появляется из кокона она на нее садится и обсыхает и расправляет свои крылышки к сожалению мы не видели появление той бабочки которая уже родилась потому что она ночью когда мы спали а утром мы уже обнаружили красивую обсохшую и порхающую внутри этого бокса бабочку ну что ж давайте будем ознакомиться искать ее где же она у нас тут спряталась на моих каскадах это очень красивая бабочка одна из самых красивых бабочек тропических и называется она бабочка морфа конечно ко мне сейчас зашла помощница который собственно сейчас доступ сюда ограничен потому что она у меня любит ловить бабочек мух всегда их как добычу приносит нам убитую поэтому на бабочку у нее тоже желание поохотиться вот посмотрите какая красивая бабочка у нее крылья вот слышите слышите вот у нас большое желание сейчас расправиться да с красотой помощница за пределами балкона продолжая свой рассказ бабочка морфа очень контактная она не улетает она ручная будет сидеть столько сколько вы будете ее держать этих бабочек надо кормить продолжительной жизни вот в таких условиях неприродных зависит от того будете ли вы ее подкармливать мы кормим ее или сладким сиропом или же фруктами но в основном сейчас это мандаринки мандаринки она очень любит даже больше чем сироп и когда она кушает она расправляет свои крылышки оживает в спокойном состоянии как право она сидит захлопнув крылышки и обратная сторона крыльев имеет вот такой потрясающий рисунок крылышки у нее бархатные а здесь невероятной красоты лицевая сторона неонова неонова я такая глянцевая очень красивая бабочка и как вы видите сейчас тропические цветы тропическая бабочка такая идиллия гармония и прекрасный тандем дай бог чтобы все куколки превратились в прекрасных бабочек я вам обязательно еще их покажу а сейчас давайте продолжим путешествовать по моим полочкам и знакомиться с очередными сортами моих орхидей и пожалуй начнем сегодня с этой милой солнечной орхидеи сорт называется белый шоколад смотрите какие маленькие желтые очаровательные цветочки это орхидеи относятся к мультифлоре цветет всегда обильно пышно хоть цветочек очень маленький но за счет количества цветения всегда смотрится потрясающе еще одним достоинством этого сорта является ее аромат очень приятно пахнет в первой половине дня в солнечные дни в остальное время аромат тоже присутствует но если прям носиком нее уткнуться а в солнечные дни этот приятный цитрусовый нежный аромат раздается буквально на всю лоджию розетка у этого сорта небольшая листики такие округлой формы длина листа около 15 сантиметров то есть достаточно компактный сорт мне уже я часто показываю близко до розетки когда делаю обзоры но сейчас уже цветоносы распахнулись на всю лоджию и мне подлазить крайне неудобно чтобы ничего не поломать и поэтому пока где будет получаться буду показывать где нет вот так как-то буду немножко издали этот у этого сорта еще очень интересные новые листики новый лист лезет глянцевый глянцевый такой на полированной и он при хорошем ярком освещении имеет свекольный оттенок но потом он это пигментация постепенно уходит и листики становятся классические зелеными этот сорт как многие мультифлоры еще хочу подметить любит давать боковые цветоносы их очень много разветвляет вот это цветение которое вы видите без единого нового цветоноса в этом сезоне зимним это все со старых цветоносов боковые почки и видите несмотря на это очень даже симпатичный милый кустик а рядом над ней величественно возвышается гигантская крупноцветковая орхидея албуфера в мутации бабочки и на заметочку к слову скажу почему мне нравится коллекция из разных сортов орхидей я имею ввиду не только крупноцветковые хотя в большинстве своем вся моя коллекция состоит из крупноцветковых сортов но люблю разбавлять ее и мелкими мультифлорными сортами потому что среди крупных вот сортов орхидей ты можешь удачно подпихнуть и скомбинировать свои но внешний вид на балконе внешний вид но общей коллекции да то есть где-то стоит огромная орхидея под ней стоит маленькая орхидея с мелким цветочком и все получается настолько гармонично а у нас опять сирена но мы продолжим в общем албуфеера бабочка у меня в коллекции уже более трех лет но за это время я купила это 2 2 албуфеера моя потому что первое у меня как-то очень быстро развалилась сгнила шея у нее просто на глазах и я купила боль немного боль чуть больше года назад эту лбуфееру в полной мутации и всегда она у меня цвела с мутацией весь год находясь у меня но в этом году очень странно она себя проявила некоторые цветы она распускает без мутации вот вы видите вот этот цветок слабо выражены вот одна петали с мутацией 2 нет но скажу что скорее всего какое-то странное явление в этом году у нее не знаю почему но я совершенно не расстраиваюсь и вообще по таким мелочам перестала расстраиваться они все хороши хоть с мутацией хоть без потрясающий сорт с крупным цветком каждый цветок по-своему окрашен пятнышками цветет этот сорт пышню чем всегда очень пышно в этом цветении у нее два цветоноса один новый вот этот вот новый цветоносик один из боковой цепочки здесь всего 30 до 30 . ну вот но этот сорт хорош даже смело его можно покупать даже без мутации потому что она щедра она неприхотлива цветет просто нон-стопом вот просто нон-стопом у меня у буфера есть и в пилоричной форме это орхидея даже не отдохнула в этом году ни одного месяца немножко могу сказать в ущерб это пошло именно количеству цветочков потому что обычно она более щедрая на цветение но сорт который я к тому что сорт цветет просто постоянно но есть такой нюанс это розеткам розетка у этого сорта гигантнейшая очень большая у нее там и горшок большой корневая система очень мощная листья просто огромные лопухи этот сорт тоже любит разветвлять цветоносы за счет чего цветение более зрелищная вы часто в комментариях просите меня показать вот эту орхидею у многих в коллекции она живет под названием шоколадка но официального название сорта от садовника я до сих пор так и не встретила поэтому если кто-то знает буду благодарна пишите мне в комментариях этот сорт у меня уже начинает потихоньку отцветать поэтому конечно же уже пора ее вам показать пока она еще во всей красе и этот сорт имеет просто большое количество достоинств и начнем по порядку этот сорт крупноцветковый цветок достигает порядка 10 сантиметров цветок имеет плотную очень интересную текстуру цветок каждый окрашен в индивидуальный неповторимый рисунок вкрапление белого бордового вот такие подпалы на каждом цветочки индивидуальный второе достоинство на мой взгляд это форма цветка форма очень мне напоминает форму у сорта а мобили с прикреплю фотографию покажу вам очень такой природник необычный очень необычная форма цветочек вот следующее это то что этот сорт цветет всегда просто потрясающими каскадами а когда цветок еще крупноцветковый и эти каскады просто настолько тяжелющие вот мне даже пришлось зафиксировать каскады к самой полке потому что ну как бы они настолько тяжелые были сейчас конечно вы видите уже оголяются цветоносы потому что орхидейка отцветает но когда все цветочки были на месте они просто клонились к низу и мне не особо удобно было держать палочку вставлять сюда потому что высота до полки было небольшая и в общем то не удавалось но вот я придумала такое сооружение и удачно она у меня так зафиксировалась цветет сорт долго продолжительно она у меня зацвела одно из первых потому что в этом цветение она не запустила новый цветонос потому что цвела очень долго она цвела все лето и в августе она у меня еще до цветала у меня в этом году вообще практически многие орхидеи на так себя и повели и в сентябре еще цвели я им сама многим отрезала цветоносы чтобы они хоть немножко отдохнули это орхидея была одной из них тоже цвела очень долго поэтому видимо растение не потянула вот рост нового цветоноса но она пробудила спящие почки сейчас вам скажу это раз два три то есть получается три боковые почки и три шикарных каскада так как она вот еще одно одним достоинством этого сорта является что вот вы видите она уже начала доращивать цветоносы чем на каждом везде то есть она немножко отцветает но в то же время продляет свое цветение и будет цвести и цвести ну и пару слов осталось сказать о розетке розетка крупная как у многих стандартов как у многих крупноцветковых сортов розетка действительно очень крупная растет она так знаете вертикально не разбрасывая в стороны свои листочки а стремясь вверх поэтому розетка не занимает много места просто надо чтобы была хорошая высота между полками потому что она вот так своеобразная формируется розеточку ну вот такая потрясающая очень красивая я ее вижу вижу в продажах поэтому вы следите смотрите в группах в соцсетях она бывает не проходите мимо потому что сорт просто потрясающий следующая орхидея это сока даймонд и она же леопард принц я покупала эту орхидею подросткам именно под названием от садовника как леопард принц сейчас покажу вам бирочку в общем то это бирочка уже уже поистрепалась но в общем то вот диапард принц название моей орхидеи купленной подросткам в размере два с половиной и она уже у меня выросла в огромную взрослую полноценную орхидей q в моей коллекции она порядка ну чуть больше трех лет беспроблемно росла наращивала корни листики и стала уже взрослой красавицей особенностью этого сорта на мой взгляд потому что сколько она у меня цвела она всегда растила вот такие потрясающие близко плотно расположенные причем никогда независимо там лето зима она никогда не крутит свой цветонос и свои цветочки она настолько ровненько плотненько растит свои цветоносы формируя очень красивое цветение вот для того чтобы сформировался вот такой красивый ровный цветонос я ровным счетом ничего не сделала я единственное что во время роста цветоноса я расположила ее по направлению к окну то есть если она сейчас расположена параллельно окно то тогда она стояла цветоносом направлена была к окошку это единственное что я сделала дальше все она сама формировала нее остался только один бутончик не раскрытый а так уже полное раскрытие в этом цветение она у меня не запустила новый цветонос но пробудила две почки боковые и вот так пышненько с них процвела окрас цветочков очень нежный розовый цветок достигает 9 сантиметров то есть смело можно отнести этот сорт крупноцветковым орхидеям всегда очень активно цветет дважды в год точно ну и как я уже сказала любит разветвлять цветоносики раз уж сегодня показала вам сока даймонд он же леопард принц без мутации покажу уже для сравнения сока даймонд но с мутацией бабочки на бирочке сорт звучит вот так и садовник у нас микки орхидея купила я эту орхидею летом 22 года в размере два с половиной розеточка уже вы видите довольно крупная всего три листика но розетка довольно крупная купила я с небольшой проблемой на шее не понравилось мне пятно который я обнаружила при распаковке я его зачистила до живой ткани и обработала фунгицидной пастой топу gm и слава богу беда меня миновала живет здравствует и как вы видите уже и зацвела сейчас я ее достану хочу вам все же показать ее корневую систему вот такие жирненькие корешочки сидит она у меня в том же мхе которым я ее получала просто я его распушила и поместила в стакан диаметром 9 сантиметров при когда солнышко много то и влага это дает зелень позеленение мха ну это никак не влияет на здоровье растения поэтому как бы просто не очень может быть эстетично но это нормально значит она у меня запустила в этом цветение новый цветонос вернее скажем так первый цветонос в ее жизни потому что до этого она еще не цвела это первое цветение как вы видите процветано у меня по сорту слава богу моя покупка оказалась удачной и процвета всего на два цветочка хотя я думала что достаточно многообещающие будет цветение потому что цветоноса нагнала прям для первого цветения такой очень мощный и такой крупный но она смотрю вот начало сейчас совсем недавно пробуждать боковую почку возможно еще порадует порции цветочков но сказать еще хочется отдельно остановиться на самом цветении посмотрите насколько интересный рисунок у этого сорта посмотрите какие пятнышки леопардовая у на боковых петалях они все разные формы разного размера и это просто если так всматриваться как будто какой-то калейдоскоп очень красивая бабочка довольно крупная у меня сейчас под рукой нет линеечки измерить но сейчас возьму сходила за линеечкой смотрите давайте я распахнул питали потому что цветение петали все же немножко при закрыты и при раскрытии петали размер цветочка восемь с половиной сантиметров для первого цветения еще очень молоденького и маленького костика я считаю неплохо когда орхидея будет расти и наращивать свою листовую массу корневую систему я думаю что размер цветочка будет еще больше ну что ж друзья как всегда незаметно подкралась время окончание нашего ролика первого в этом 2023 году еще раз с новым годом гости моего канала подписывайтесь у меня много красоты много полезного жду вас девочки в комментариях до новых встреч друзья и так и так и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...